5 по 10 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности вооруженными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожная инфраструктура Украины кроме того поражались средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов пункты временной дислокации нас в формировании и иностранных наемников, а также скопление живой силы и военной техники вооруженных сил Украины на железнодорожных станциях погрузки в течение недели подразделениями западной группировки войск освобождены населенные пункты Котлеровка и Кисловка Харьковской области а также нанесено поражение формированием 9 бригад противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовская Луганская Народная Республика Новосадовое Донецкая Народная Республика и Синьковка Харьковской области отражены 14 контратак штурмовых групп трех бригад вооруженных сил Украины и бригады Насгвардии в районах населенных пунктов Крахмальная Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики Потери противника за неделю на данном направлении составили до 1015 военнослужащих 3 танка, из них 2 «Леопард» производства ФРГ, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США 5 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе 5 западного производства также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США Подразделения южной группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, восьми механизированных бригад вооруженных сил Украины и трех бригад терробороны в районах населенных пунктов Спорная, Андреевка, Елизаветовка, Курдюмовка, Победа и Григоровка Донецкой Народной Республики Отразили контратаку штурмовых групп механизированной бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Красная, Донецкая Народная Республика За неделю противник потерял на данном направлении свыше 1985 военнослужащих 3 танка, 6 боевых бронированных машин, в том числе БТР М113 производства США 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из которых 13 переданы Украине западными странами Кроме того, уничтожены 2 станции контрбатарейной борьбы производства США а также 3 полевых склада боеприпасов Подразделения группировки ВОСЦентр в результате успешных действий освободили населенный пункт Новокалинова, Донецкой Народной Республики нанесли поражение формированием 12 бригад вооруженных сил Украины и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьева, Очеретина и Нитайлова, Донецкой Народной Республики За неделю на данном направлении вооруженные силы Украины потеряли более 2360 военнослужащих 4 танка, из которых 1 Леопард производства ФРГ и 2 Абрамс производства США 16 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США и боевая машина пехоты Мардер производства ФРГ 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и боевые машины реактивной системы залпового огня «Вампир» чешского производства Подразделения группировки «Войск Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием двух механизированных бригад вооруженных сил Украины и двух бригад терробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское, Водяное и Причистовка, Донецкой Народной Республики За неделю потери противника на данном направлении составили до 860 военнослужащих 7 танков, 8 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии Подразделениями группировки «Войск Днепр» в течение недели нанесено поражение живой силе и техники трех бригад вооруженных сил Украины а также бригад морской пехоты, терробороны и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Золотая Балка, Токаревка, Ивановка, Михайловка, Тегинка, Степное Херсонской области и Павловка Запорожской области Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады севернее населенного пункта Работяно Запорожской области За неделю на данном направлении противник потерял до 240 военнослужащих 9 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, из которых 11 М777 производства США ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожены склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса радиоакционные станции зенитно-ракетного комплекса С-300 а также обнаружение и сопровождение воздушных целей П-19 Кроме того, поражен склад топлива Объединенного центра материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины Авиация и средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины а также уничтожены 3 оперативно-тактические ракеты Атакамс производства США 17 управляемых авиационных бомб Хаммер производства Франции и Джидам производства США 30 реактивных снарядов GL-SDB, Хаймерс, Ураган и Вампир а также 163 беспилотных летательных аппаратов В течение недели на линии боевого совкликсновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих Всего с начала проведения специального операции уничтожено 594 самолетов, 270 вертолетов, 23 905 беспилотных летательных аппаратов 512 зенитных ракетных комплексов 15 964 танков и других боевых бронированных машин 1 282 боевые машины реактивных систем залпового огня 9 437 орудий полевой артиллерии и минометов а также 21 570 единиц специальной военной автомобильной техники Благодарю! Продолжение следует... Продолжение следует...